добрый день дорогие друзья ученики нашей школы продолжаем дальше наше занятие сегодня несколько слов про похудение прежде всего удостоверьтесь так ли все ужасно как вам кажется и узнайте как распределена жировая ткань в вашем теле разобраться поможет процедура биоимпедансометрии проще говоря состав тела я знаю главное правило чтобы похудеть надо есть каждые 34 часа большие промежутки между приемом пищи воспринимается организмом как типа хозяин наверное заблудился в лесу голод холод что делать надо срочно запасать калорий на черный день чем он и начинает заниматься кроме того чем сильнее голод тем выше риск съесть неправильную еду со временем может присоединиться чувство вины на себя депрессия формируется порочный круг также редкие приемы пищи меняют свойства желчи кстати повышая ее способность к образованию камней особенно у женщин на фоне периодических жестких диет которыми они себя изводят а это может привести к лицеститу то же время для исчезновения жировой прослойки необходимо обеспечить дефицит калорий чтобы соблюсти эти два правила придется посчитать энергетическую ценность рациона найти оптимальное количество калорий которые держат вес на одном уровне а потом урезать полученную цифру на 500-600 калорий подобная арифметика сократит количество жировых клеток а уровень мышечной массы остается прежним но помните калорийность рациона ниже 1200 тела калорий в сутки это не физиологично исключением являются разгрузочные дни по данным центра по контролю и профилактике заболеваний сша западная диета который мы говорили в первом ролике это 70 90 процентов крахмала сахара и жира при таком рационе люди еще и спят меньше 8 часов известно что сладкие фрахмалистые продукты резко повышает уровень инсулина а при дефиците сна уровень кортизола растет сам по себе гормон стресса кортизол объем жировой прослойки не влияет более того в борьбе с лишними килограммами кортизол может быть как союзником так и врагом одновременно он действует на ферменты которые запасают жир и ускоряет его сжигание но в тандеме с инсулином жиросжигательная активность прекращается остается только жир накопитель поэтому если нет никаких сил отказаться от сладкого и крахмалистого надо хотя бы выспаться причем названные недосыпом приступы чревоугодия обычно бывает неосознанными чаще всего от хронической нехватки сна страдают люди которым приходится работать по ночам поэтому набор набором веса особенно чревато посменная и творческая работа в борьбе с жиром кардиотренировки то есть фитнес клуб и спортзал необходимая составляющая нагрузка тренирует сердце ускоряет метаболизм выводит излишки жидкости за счет активного потоотделения но занятия на кардиотренажера в течение 90 минут или регулярной 5 километровой пробежки начинают съедать мышечную массу а именно от нее зависит насколько быстрым будет ваш метаболизм механизм простой при регулярных высоких физических нагрузках тело перейтируется на выносливо и переходит в режим сохранения и накопления энергии в виде жира конечно только так организм может быть уверен в завтрашнем дне что у него будет достаточно топлива для длительных тренировок кроме того такого рода нагрузка резко увеличивает аппетит и ведет к лишним перекусам в идеале для потери жировой ткани достаточно трех кардиотренировок в неделю по 30 минут стоит также сделать акцентом на контроль ежедневной активности тут может помочь шагомер ежедневная норма равна 10-12 тысяч шагов работа с весами и сами с весами в тренажерном зале это тоже отличный способ уменьшить жировые отложения то что небольшие гири нужны только для набора мышечной массы это миф силовая тренировка выстраивает мышечную массу которая в свою очередь ускоряет метаболизм и уменьшает жир обращать внимание тренер знаменитости элизабет хендрик таким образом чем больше мы работаем с мышцами тем больше калорий сжигаем за дня в день если три раза в неделю заниматься весами процесс сжигания жира пойдет значительно быстрее недавнее совсем исследование американского совета по физическим упражнениям показала что упражнения с гирями могут жевать сжигать до 20 калорий в минуту то есть эквивалент интенсивной пробежки со скоростью 10 километров в час но не лишайте себя углеводов контролировать углеводы это хорошо но главное без фанатизма противном случае вы начнете терять мышечную массу разбитое состояние станет привычным можно добиться хороших результатов сократив количество рафинированных углеводов и увеличив долю белков и жиров если вы не будете сочетать жиры с сахаром и крахмалом излишки на животе пойдут на уголь жирная пища поставляет калории сама по себе но если объединить ее с сахаром и крахмалом пончики картофель при пицца усилиться выработка гормона джип отвечающего за хранение жира это глюкозозависимый инсулинотрофный полипептид поэтому бояться жирной рыбы или сала в чистом виде совсем не стоит но есть их с обжаренной булкой о это ни в коем случае жиросжигающий эффект после интенсивной тренировки сохраняется еще 24 или 48 часов если не испортить все пиццей жир будет уходить стабильные занятия через день позволяют телу выйти на уровень когда процессы начинают идти и без вашего участия поэтому если вы придете в зал через два дня ничего страшного не случится однако волочный коктейль или чашка капучино даже приготовленные дома могут все испортить исследователь знаменитый исследователь ожирения Зои Харком уверена что физические упражнения влияют на количество перекусов многие считают что упражнения заслуживают награды говорит диетолог но слишком часто поощрения которые позволяют себе люди не соответствуют количеству сделанных упражнений проблема в том что даже в спокойном состоянии лежа на диване человек сжигает калории за час перед телевизором сгорит 70 калорий тренажеры а тренажеры в зале показывают общее количество сжигаемых калорий включая те что ваше тело израсходовало бы само по себе беговая дорожка сообщит что вы сожгли 250 калорий за час работы хотя на самом деле вы заработали только 180 калорийную награду поэтому если вы разоградите свою 20 минутную пробежку потрачено 218 калорий а на самом деле только 148 чашкой латте 180 калорий вы получите больше калорий чем если бы вы не ходили в зал вообще вот и вся арифметика будьте здоровы подписывайтесь на канал а 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